Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро! Проводим урок из города... Сейчас я провожу из города Эрландин. Эрландин. Если кто знает, то есть города с такими названиями. Эрландин. Город в Германии. В Германии рядом с Нюрнбергом. Кстати, если кто-то есть в Ирландине, в Нюрнберге, то я провожу сейчас вот как раз урок именно отсюда. И очень рад вас видеть. Хорошо, дорогие друзья. Значит, сегодня мы продолжаем изучать законы злоязычия, чтобы предотвратить злоязычие и сплетни. Самый страшный грех, который только... Самый распространенный из всех плохих грехов злоязычия. Значит, мы находимся уже в 13-м пункте. 13-й пункт. И здесь как раз упоминается... Сегодня мы узнаем ситуацию, в которой можно говорить плохие вещи про другого человека или даже про группу людей. И даже не просто можно говорить, а это нужно говорить. Но есть нюансы. Есть нюансы, как это нужно говорить, чтобы это было не запретом из Торы, а чтобы это было заповедью. Представляете, вот какой есть нюанс вообще. Ты говоришь плохую вещь, но иногда это 17 запретов Торы ты нарушаешь, а иногда ты, значит, иногда ты выполняешь заповедь практически теми же самыми словами. Очень странно. Очень странно, да, как слова создают реальность, в которой иногда... Одни и те же слова могут создать прямо противоположную реальность. Интересно. Смотрите. Значит, 13-й пункт звучит так. Рассказывать о недостатках, чтобы предотвратить подражание. Если человек видит чьи-либо недостатки и опасается, что его дети и ученики будут подражать этому человеку, то нужно предупредить их, чтобы подальше держались от этого человека. Запрет пренебрежительно отзываться о ком-либо действителен только тогда, когда злословят с целью опозория человека унизить его. Но если вы хотите предостеречь других от подражания дурным примерам, то упоминание о недостатках отдельного человека считается выполнением заповеди. Представьте. В подобных случаях вы обязаны разъяснить, с какой целью вы рассказываете о человеке, порочащей его факты, чтобы избежать непонимания со стороны ваших слушателей. Если неправильно ведет себя целая община или группа людей, и вы опасаетесь, что кто-либо может им начать подражать, разрешено указывать на их недостатки другим, чтобы другие избежали дурного влияния. Вот, например, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, как это работает в жизни. Вот есть, например, различные секты. Да, есть секты. То есть, есть секты, которые выдумывают люди. Я недавно читал, недавно читал. В Америке один, значит, какой-то человек организовал секту там высшего разума, там всякого такого придумал, что вообще жуть. Но он затянул, сумел затянуть в эту секту дочку одного миллиардера. Значит, не-нет, вот хороший вопрос, когда пророки говорили о недостатках. Во-первых, пророки вообще они не от себя говорили. Они, это было пророчество от Бога. То есть, здесь этот закон мы даже не будем разбирать. Пророк, он выполнял волю Всевышнего и передавал слова Всевышнего. Он не от себя говорил. В этом и смысл пророчества. Так что, про пророков не будем. Рассказал я, хотел, про секту. И этот вот человек, он втянул в эту секту дочку миллиардера, Бронфмана. Был такой Бронфман, еврей, заработал денег. И, значит, дочки его получили наследство. И получили они наследство. Человек, который заработал деньги, он и продолжает работать. Это интересно, что человек же, он просто как автомат такой. И вот там тот же, тот же, например, возьмем Джефф Безос, да? Он хоть он заработал деньги, он и продолжает работать, работать, работать. Вот Цутерман, то есть, это просто автомат. И он выдал в какой-то момент хороший продукт и продолжает работать. И он не знает другой жизни, кроме как зарабатывать деньги. Теперь, а дети их? А дети просто получили эти деньги. И мы учили в Мишле в притчах, да? Что деньги, полученные легко, на них нет благословения. То есть, эти деньги, наоборот, они человека портят. И они дают человеку огромные соблазны. Ну, то есть, это большая опасность. Легко приходит, значит, нет в этом благословения. И вот эта дочка этого Бронтмана, она вступила в эту секту. И они там делали какие-то страшные вещи. Ему сейчас дали пожизненное. А ей, по-моему, дали 20 лет в тюрьме, что-то такое. Значит, но что интересно, у нее же было много денег. И она с помощью адвокатов, с помощью суда, она, значит, уничтожала всех, кто против них выступал. Получается, что рассказывать о таких людях и, как бы, как сказать, если вы знаете, что кто-то делает что-то принципиально плохое и хотите предостеречь от этого других людей, своих детей, тем более своих детей, чтобы они избежали дурного влияния, тогда можно указывать на их недостатки другим. Значит, если вы, но тут очень важная вещь, если вы из личного опыта это знаете, вы должны, вы должны, если вы непосредственно из своего личного опыта знакомы с этими недостатками, тогда можно говорить. Если вы слышали, нужно обязательно добавить, я слышал, что понятно, да? Теперь есть, мы сейчас говорим про Тору, про добро и зло, добро и зло, оно не отдано на выбор человека, потому что если сказать, что добро и зло может решать каждый человек, то там для какого-нибудь маньяка добро это то, что он делает и так далее. То есть, мы сейчас говорим в модели мира, в которой четко определено, что добро это то, что Бог назвал добром, это выполнение заповедей, зло это то, что Бог назвал злом, это запреты, то, что Бог сказал нельзя делать. И мы не будем путать местами. Теперь, если вы видите, что кто-то нарушает и вы хотите предостеречь, вы не просто рассказываете об этом, чтобы унизить человека, а хотите предостеречь, то можно. С какими нюансами, с нюансами, что нужно говорить не добавлять и очень четко выражать свою мысль, я слышал, мне показалось, мне кажется, что он напал, то есть и так далее, то есть не надо брать на себя больше, чем вы можете. Хорошо, теперь дальше, приводятся здесь примеры, приводятся примеры. Хая сказала Фейде, что носить короткие юбки не слишком серьезное нарушение, поскольку госпожа Гроссман часто носит такие юбки. Фейде разрешено ответить, что нескромная одежда, серьезное нарушение закона и госпожа Гроссман заблуждается, не выполняя требования Торы. То есть, можно так сказать совершенно спокойно. Значит, я помню, есть в Пасхальной Агоде, это Пасхальная Агода, на Песах рассказывают всегда Пасхальную Агоду. И там есть четыре сына, есть сын-мудрец, он задает вопрос, зачем вам все эти законы, зачем все, что вы вот сегодня делаете, зачем это вам? И надо ему ответить, что благодаря тому, что мы выполняем заповеди, Бог нас вывел из Едипта. Теперь, а злодей, если спросит, скажет, а зачем вам вся эта вещь, вообще это вся? Написано, ты должен ответить ему так. Так, если бы он был там, а ты должен ему, типа, выбить зубы, ну, как ударить его или так, грубо ему ответить, достаточно. Но ответ идет не ему, если бы ты был там, тебя Бог не вывел, так бы надо было ответить. А там не так написано. Там написано, если бы он был там, его бы Бог не выбил, не вывел из Едипта. Почему всем он отвечает в прямом лице, а тут он? Злодея, его часто исправить нельзя. Злодей, он в тот момент, когда он делает зло, он может быть, есть такие злодеи, которые производители зла, знаете, источники зла. То есть, они как бы такие активные создатели зла, да, есть такие люди. Теперь, и если ты будешь его увещевать, он тебя слышать не будет, еще он на тебя позорить будет, еще хуже. Теперь, ну, нужно что сделать? Нужно другим сказать, предостеречь других. Если ты промолчишь, то другие подумают, что это нормально. Поэтому я часто, это очень непопулярная тема, но я выступаю конкретно очень часто и говорю, что, например, гомосексуалисты. Это выбор их. Пускай делают они, если они выбрали так делать, пусть делают. Но это не отменяет того, что по Торе это запрещено, страшная эта вещь, это запрещено. И страна, которая законодательно меняет местами и делает это разрешенным, у этой страны будут проблемы. Большие проблемы, это факт. Но получается, что не сказать об этом плохо, сказать об этом непопулярно, но я все равно буду говорить, это зло. Это зло, потому что Бог назвал это злом. Кто хочет делать, пусть делает, но заставлять всех остальных поверить, что это добро, это еще большее зло. Это в сто раз большее зло, чем самому делать. Поэтому все вот эти вот парады гордости, это большее зло, чем то, что они делают при закрытых дверях. Нельзя на них ходить, нельзя к ним присоединяться, нельзя их поддерживать. Хорошо. Значит, мы с этим разобрались, с этим мы разобрались. Теперь двигаемся дальше, двигаемся дальше. Сегодня мы изучаем одиннадцатая заповедь повелевающей истории по книге Хавискаема, краткая книга заповедей. И в одиннадцатой заповеди, эта заповедь, она является, давайте повторим, каким мы уже выучили. Первая заповедь, верить, что есть Бог. То есть верить, что есть Бог, который сотворил мир. Вторая заповедь, верить, что Он один, един и есть только Он. Третья заповедь, это любить Бога. Четвертая заповедь, это бояться Бога. И бояться Бога, вот многим это удивительно, но это принципиальная заповедь. Потому что страх, это самая сильная эмоция человека. И когда ты боишься Бога, ты перестаешь бояться всего остального. То есть ты тогда понимаешь, что ты меняешь все свои страхи и беспокойства на один страх нарушить волю Всевышнего. Дальше. Пятая заповедь, это освещать имя Всевышнего. Шестая заповедь, это идти по Его путям. Как Он добрый, ты будь добрый. Как Он милосердный, ты будь милосердный и так далее. Седьмая заповедь, это молиться Ему. Молиться, благодарить Его и просить у Него все, что тебе нужно. Восьмая заповедь, это тфилин на руку. Девятая заповедь, это тфилин на голову. Десятая заповедь, это цицит. Митцва, тиски цицит. Это мы вчера выучили. И одиннадцатая заповедь, это шмае-страэль. Говорит шмае-страэль утром и вечером. Значит, это отрывок из Торы. В Торе написано в книге Дворим так. И будешь произносить слова эти, когда ложишься и когда встаешь. Есть специальная молитва, которая в ней собраны. Это даже не молитва, там нет ни одного слова просьбы. Это некая декларация. Шма-эсраэль это декларация, в которой есть три части. Три части. Первая часть, это вот этот главный отрывок. Шма-эсраэль, слушай, Израэль. Ашем, Бог, элокэйну, Бог всесильный наш, Бог один. Все. Значит, понятно. Это как бы главная такая декларация, что слушай, Израэль, Бог всесильный наш, Бог один. Значит, нет другого Бога. Бог это все, значит все. Провозгласили. Барух шем код молхута льолам ваэт. Благословенное имя славы царства его льолам ваэт навечно. То есть мы, надо понимать, что мы с Богом-то, с Богом-создателем, Творцом, мы не взаимодействуем. Мы все время взаимодействуем с его проявлениями. Когда мы сейчас изучаем ободе, мы пытаемся понять слова мудрецов, пророков, которые рассказывали ободе. То есть у них было личное соприкосновение со Всевышним и тоже с его проявлениями. С Богом нельзя соприкоснуться, он творец мироздания. Ты с ним соприкасаешься и все, у тебя нет. Значит, мы только стремимся постигать все ближе, ближе, все больше постигать Всевышнего, но мы не можем его постигнуть. Теперь, когда мы говорим ободе, учим Тору, это первый уровень постижения. Когда мы молимся, это второй уровень. Когда мы выполняем заповеди, это третий, еще ближе. То есть ты как бы телом, выполняя заповедь Всевышнего, ты с ним соединяешься. И вот мы говорим, шмай сраэль, слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один. И после этого говорим благословенно, Барукшем, благословенно имя, славы, царство его, лулавет, навечно. То есть мы как бы благословляем вот эту информацию о нем, знание о нем, с которым через него мы с ним можем соединиться, через знания, через идеи. Теперь, значит, после этого идет отрывок. Ваавта и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими. И там дальше идет отрывок о том, что такая декларация, да, что что надо делать по отношению к Богу. Мы принимаем на себя, называется это ярмо небесного царства. Это ярмо. То есть человек написано, человек в этом мире, он все время в ярме. Вот все, все находятся, все запряжены. Только одни запряжены, они бегут на работу. Другие запряжены, они выполнять должны какие-то правила, законы. Третье, они в ярме каких-то забот. Четвертый в ярме еще каком-то. А человек верующий, он говорит, я принимаю на себя ярмо небесного царства. У меня есть только одно ярмо, да, я запряжен выполнять твои заповеди. Я на работе, ты хозяин мира, я выполняю твои заповеди, ты обо мне позаботишься. Это первая, как бы, часть Шма-Исраэль. Потом идет отрывок второй, идет Ваяем Шамо Атишмой Этминсватай. Это отрывок истории, в котором Бог говорит, и будет. Если будете слушать мои заповеди, и будете соблюдать их, и будете любить меня, значит и идет раскладка, что будет. У вас будет в материальном плане все хорошо, в духовном все хорошо, будет даже, будет трава для скота на лугах твоих. То есть у вас в бизнесе все будет хорошо, все будет хорошо, если будете соблюдать заповеди. Но это, смотрите, многие думают, а что за такая торговля, да? Что за торговля, соблюдать заповеди, не соблюдать заповеди? Это не торговля, он дает возможность. Бог дает возможность, выполняя заповеди, получать награду. Не хочешь выполнять? Пожалуйста. Хочешь засовывать пальцы в розетку? Пожалуйста. То, что тебя ударит током, это не наказание, это следствие. Этот мир устроен так, что если ты пойдешь в пьяный, в люберцах, на дискотеку, выйдешь в середине и скажешь, что тут все черти, тебя побьют. Это будет наказанием. Это не будет наказанием, это будет следствием. И Бог, когда объяснил, когда объяснил Бог, дал заповеди, он говорит, это для твоего живи ими, это для твоего добра. Делаешь вот это, у тебя будет жизнь здесь и будет вечная жизнь. Не делаешь. Твой выбор. Он же так и сказал, я даю перед тобой на выбор. Жизнь и смерть. Выбери жизнь. Не хочешь выбирать жизнь? Выбирай смерть. Твой выбор. Поэтому второй отрывок Шма-Истраэль, он говорит о том, что и будет. Если будете соблюдать заповеди, будет хорошо. Если не будете соблюдать заповеди, и тут есть очень большой нюанс один, очень интересный нюанс. Когда написано, если не будете соблюдать заповеди, и будете служить другим богам и поклоняться им, то... То есть, мера наказания, Бог добрый, его главное это часть, его главное качество, что он добрый и он любящий. И он говорит, но это же система, это же мир, должно быть справедливо. Так он говорит, смотри, если ты будешь выполнять заповеди, будет награда. Если ты не будешь выполнять заповеди, то я буду ждать. Я буду ждать, я буду ждать, даже 3-4 поколения буду ждать, пока ты, может быть, проснешься, может дети твои проснутся, может вы вспомните о праотцах, о Египте, обо всем. Может быть, у вас душа проснется, он говорит. Но если вы будете служить другим богам и поклоняться им, тогда все, тогда начинаются проблемы. То есть, это очень интересно. Если ты не хочешь служить богу, если ты не хочешь зарабатывать, грубо говоря, хорошо. Но если ты хочешь воровать, и если ты хочешь делать зло, тогда это уже другой вопрос. Понятно? То есть, есть вот этот вот нюанс, что мера добра у бога больше, чем мера строгости и наказания. Но это не наказание, это строгость. Третий отрывок, значит, третий отрывок в Шма-Исраэль, в нем как раз, как раз в нем говорится про цицит. И в нем говорится о том, что нужно вспоминать о исходе из Египта каждый день. И, значит, это третий отрывок, там уже идет разъяснение, как соблюдать заповеди. Будете смотреть на цицит, будете вспоминать все заповеди, и не будете блуждать, влекомые сердцем и глазами. То есть, большинство людей ходят по жизни и блуждают, влекомые сердцем и глазами. Вчера, кстати, интересно, я вчера, я вчера понял, есть десятая заповедь, не возжелай жену ближнего, дом ближнего, там, скот ближнего, не возжелай, написано, то, что принадлежит ближнему твоему. То есть, это очень интересная заповедь. Потому что, когда ты, в принципе, хочешь развития, хочешь больше, это отлично, это неплохо, это прекрасно, это факт. Сказал царь Соломон, мудрейший из людей, что, когда человек умирает, и половины из того, что он хотел, нет в его руке. Если у него 100, он хочет 200, есть 200, хочет 400. Это природа человека развиваться, расти, хотеть. Не может человек не хотеть. Пока человек живет, он хочет. Вопрос, ты хочешь что-то, то, что тебе важно, или ты хочешь что-то забрать у своего соседа? И как только ты хочешь, желаешь то, что принадлежит ему, в этот момент ты вступаешь в противоречие с ним. У тебя ведет, это уже преступление ведет тебя дальше. Можно украсть, обмануть, ограбить, убить, не дай бог, и так далее. Но если ты хочешь то же самое, что ему не принадлежит, а ты хочешь не потому, что есть у него, а ты просто это хочешь, потому что это тебе по-настоящему надо. И вот тут важный вопрос. Люди все в мире, они как задипнотизированы вот этой рекламой. Люди все хотят то, что есть у соседа. Если не показать человеку новую вещь, он ее не будет хотеть. Если бы человека спросить, реально, что тебе надо, что ты бегаешь целыми днями, зачем ты бегаешь, куда ты стремишься, еще, у тебя же машина есть, есть, зачем тебе еще одна машина? У тебя есть уже где жить, зачем тебе еще? И человек остановится и подумает, а что мне реально надо? И окажется, что ему реально надо быть здоровым, ему реально надо хорошо себя чувствовать, ему реально нужно добрые, хорошие отношения с близкими, ему реально нужны вещи минимальные, которые он может достигнуть, если бы он на них сосредоточился, то каждый человек был бы счастливым. Но из-за того, что мир так сейчас устроен, что все как задипнотизированы, бегают за тем, что принадлежит другому, в этот момент вот все зло и происходит. Понятно, да? В общем, одиннадцатая заповедь, это два раза в день говорит Шма-Исраэль, вдумывая слова, если их вдумываться в эти слова и соблюдать, то, что Бог сказал, будет вообще у всех все великолепно. И последнее, то, что сегодня как раз рассказы короткие про Раф Зильбера, хочу вам прочитать рассказ, который рассказывал зять Раф Зильбера, Авраам Куперман, муж Хавы Куперман, о Раф Зильбере как раз совпало, что мы сегодня изучали заповедь Шма-Исраэль, и это рассказ как раз, как Раф Зильбер выполнял вот эту заповедь Шма-Исраэль. Значит, был лет десять назад, мы поехали с ним и с Хавой на субботний семинар в Тириат-Нор, где было около 60 русскоязычных мальчиков с родителями. Раф Зильбер, он преподаватель был Торы, и он везде ездил, преподавал Тору. Значит, территория этого места была обнесена металлическим забором, и до самого последнего времени, почти до самой смерти, Раф Зильбер старался молиться, молитва утренняя, Ватитин. Ватитин это с восходом солнца, то есть молитва Шма-Исраэль, ее нужно говорить с восходом, с первым лучом солнца, а Шма-Исраэль нужно сказать до восхода солнца, до того, как появился первый луч солнца над горизонтом. И он старался вот всегда молиться до восхода солнца, потому что есть мнение, что молиться после восхода солнца, это выполнил заповедь, но уже это не лучший способ, то есть изначально надо молиться Шма-Исраэль до первого луча солнца. И он, значит, старался вставать до восхода солнца и молиться как надо. Я вам скажу, что среди всех религиозных, ортодоксальных евреев, которые молятся Шма-Исраэль, у тебя помолился обязательно, считается, что можно молиться три часа от восхода солнца, вот в эти три часа от восхода солнца, считается, что выполнил заповедь. А кто молится до восхода солнца, до первого луча? Я думаю, что среди всех ортодоксальных, религиозных евреев, вот именно так молятся, ну, может быть, 10%, то есть по моему вот прикидкам, может быть, ну, 20%, но не больше. Это тяжело, встать каждое утро до восхода солнца, сейчас так мир устроен, что люди поздно ложатся, и, значит, но процентов 20 стараются выполнять изначально эту заповедь, не потому, что они на работу должны бежать, а именно из-за заповеди. Теперь, значит, он знал, что в этом районе есть синагога, где молятся как раз вот с первым лучом солнца, и потом встретил Рав, вот этот Рав Авраам Куперман, встретил Рава с той синагоги и говорит, Рав Зильберт пришел в эту синагогу израненный, поцарапанный, как будто избитый. Оказалось, что он не мог утром найти выход из этого места, но он спешил, чтобы помолиться с первым лучом солнца в синагогу, и он полез через забор. Ему было 80 лет. 80 лет ему было, и для него вот эта вот заповедь, выполнение заповедей изначально, то есть это, как сказать, если бы он молился позже чуть-чуть, он бы тоже выполнил, но вот его такая была стремление служить Всевышнему, поэтому он и был цадик-праведник, потому что для него главным стремлением было служить Богу. И если бы вот написано так, что тот, кто хочет, Бог ему помогает, тот, кто не хочет, Бог ему не мешает. Так вот, если включить у себя вот это стремление сильное, то я уверен, что Бог будет во всем помогать, и с Божьей помощью, чего всем нам желаю, себе в первую очередь, чтобы поменять все вот эти вот желания, которыми нас программирует окружающий мир, ты смотришь, что хочу, это хочу, поменять на одно желание большое, приблизиться к Богу, служить Богу, выполнять все его заповеди, и будет тогда не жизнь, а рай у каждого из нас, и здесь, и там, и у всех вокруг нас. Все, удачи всем и успехов, хорошего дня, счастливо.